Мы сегодня здесь собрались, чтобы немного поговорить об эстетике и типографике. Я сначала представлюсь. Меня зовут Иларион Гордон. И я поучаствовал, не знаю, я на самом деле давно занимаюсь дизайном разномастным. Лет, наверное, 18-19 что ли. Это какие-то проекты, в которых я участвовал, чтобы вы могли понять, откуда я взялся. Я работал одним из арт-директоров Alspacy, пожалуй, можно так сказать. Я разработал WB, весь его статус, вплоть до последнего предыдущего года. И, ну да, поучаствовал в разработке стиля России для X-2015. Вынес это сюда ровно для того, чтобы потом сделать из этого пример, увидите. Также было два смешных проекта, один из которых до сих прожив в Мископе.ру. Призываю зайти, если интересно. Это, собственно, рекомендации по дизайну для учреждений культуры города Москвы, в котором поучаствовал я и еще несколько моих коллег. Довольно интересная штука — это гайдлайны по дизайну для самых-самых униженных, незащищенных учреждений культуры, которых все обижают и заставляют делать всякую ерунду. А это просто мой инстаграм, он посвящен кофейным стаканчикам. Сегодня мы здесь для того, чтобы поговорить об эстетике и типографике. Я предполагаю, что это несколько такая вольная тема для людей, которые сидят здесь. Но поскольку я, в общем, пришел из более-менее какого-то художественной среды, нежели чем совсем технической, дизайнерской, будем пытаться прорваться через это. Мы сегодня поговорим о истории классической типографики. И держитесь. О переходе в цифровую эру, эпоху. О том, что такое эстетика. Потом немного о героях и чудовищах. О том, насколько далеко стоит заходить в работе. О том, как взламывать систему и откуда брать новую эстетику вообще. Главный мой вопрос — это зачем вообще дизайнеру интерфейсов, которые, я предполагаю, практически здесь все относятся в той или иной степени, знать об этих вещах. Ну, потому что если вы работаете, собираетесь работать, или вообще каким-то образом связываете свое будущее с IT-корпорациями, с высокими технологиями, то у вас, скорее всего, довольно жесткие рамки. Вам некуда деваться. У вас, возможно, есть бренд-бук, в котором фирменный шрифт, и ни шагу влево, ни шагу вправо. Может быть, вы этот шрифт выбрали сами на старте, но от этого шаг влево, шаг вправо не увеличивается, прямо скажем. Используете вы этот шрифт для решения большинства задач. Один, ну два. Ну так зачем тогда мы здесь, в общем-то, собрались? Мы здесь собрались, потому что мне кажется, что мы находимся в некоторой довольно странной зоне, которую я охарактеризовал как тектонический сдвиг. И мы сейчас попробуем понять, что это такое. Что такое тектонический сдвиг? В нашем случае это какая-то перемена в жизни, которая так на жизнь влияет, что ты сначала даже не понимаешь, что происходит, а потом оно уже везде, и потом надо уже в этих условиях делать что-то новое. Например, пользователь использует что-то, какое-то устройство, на что-то нажимает. С чем-то соглашается. И это не только влияет на то, как он им пользуется, но и на всю его жизнь, и на жизнь всего социума вокруг него. Вот, например, поясню, к чему я, собственно, это веду. Есть такой журнал «Код Шрёдингера». Я его, совершенно не задумываясь, купил, потому что там была картинка, которая меня заинтересовала на обложке. И обнаружил в нём странную штуку. В нём практически нет обычной журнальной верстки. То, что вы, может быть, привыкли видеть в том или ином журнале бумажном. В нём есть огромное количество, например, штука, которая напоминает выделение мышкой. Вот это вот зелёное, жёлтое, фиолетовое. Там есть двойной слэш перед лидом. То есть вот есть надпись какая-то, какой-то рубрикатор крупный, а второй рубрикатор — это под двойным слэшом, как в комментарии в коде. Более того, когда есть какие-то вопросы к номеру, там стоят чекбоксы рядом с буквами. То есть там есть варианты ответов А, Б, В, Г, Д, и рядом с ними стоят чекбоксы, как в сети. Зачем это произошло? Всё. Почему всё это связано так, как будто оно находится в цифровой среде? Хотя, очевидно, всё это абсолютно бесполезно. Ну, очевидно, потому что цифровая среда на него влияет. Они как бы связаны тематикой со всем новым, интересным достижениями науки, и они просто взяли то, что эстетически лежало к ним ближе всего. Смотрите, как всё то, что обычно разрабатывают люди с целью сделать жизнь удобнее, выстрелило в абсолютно обратную сторону, никто даже не ожидал. Это чистая эстетика, на самом деле. Ведь это не делает их жизнь удобнее, людей, которые читают. На самом деле журнал довольно плохо свёрстен, если честно. Ну, с точки зрения классической типографики, о которой мы поговорим. Эти выделения, от них не становится легче читать. Но они здесь на что-то очень сильно намекают, намекают эстетически. Хорошо. Вот пример такого влияния. Мы вернёмся к тектоническому сдвигу. Ну, на мой взгляд, что касается моюзской специализации типографики, таких сдвигов бывает одного из двух видов. Либо авторский, либо технический. Авторский — это когда кто-то пришёл и сказал, теперь будет вот так, и почему-то так случилось повсеместно. Технический — это когда что-то произошло, чего никто не ждал, и вдруг система изменилась, и потом все начинают судорожно адаптироваться к ней. В целом, мы скорее в второй части находимся, да? Система изменилась довольно резко, и мы до сих пор судорожно к ней адаптируемся. Ну, не знаю, вы заходите в метро, вы смотрите на людей, и больше ни один человек не смотрит на вас, потому что они все уже где-то, не правда ли? Они уже в каком-то мире специальном. Не знаю, кто на это рассчитывал, но люди своего добились. А дальше они там будут только больше и больше находиться, очевидно. Вот такая вот, например, сдвиг такой, да? Если мы в целом понимаем, что всё вот то, что я сейчас сказал, все эти новинки, которые произошли, всё вот это вот движение, оно связано с IT, то как влияет IT, ну, мы примерно, наверное, ощущаем. Мы как бы понимаем, куда это движется, наверное. Как вообще они, эти сдвиги, ну, обнаруживали себя в истории написания букв? Вот, собственно, чего я хочу узнать. Как мы пришли к тому, что вы сейчас достаете телефон, у вас там есть кнопка, на кнопке что-то написано, и вы даже не задумаетесь, что это буквы, да? Поэтому вам придется немножко потерпеть, да. Мы сейчас начнем с самого-самого начала, потому что для того, чтобы понять, откуда взялись буквы, надо понять некоторые основы. Поэтому я буду пытаться прочитать очень кратко кусок истории шрифта как такового в западном полушарии, не знаю, как-то в западной части Европы, и расширить всё то, что она потом захватила. Вот, и буду пытаться в ней дать намек, где конкретно что произошло и по чьей вине, по какой причине. Начнем издалека, да, вавилоняне. Ну, грубо говоря, все знают, что начало записи какой-либо текста происходит из Вавилона, там, из Ассирии расширительно. Мы не будем сейчас углубляться в том, кто был конкретно первый. Мы, скажем так, людям в какой-то момент надо было записать законы, чтобы потом они не менялись, и они придумали запись. Запись — это сделано вот так, это клинопись. Они, интересно, выбрали способ, не правда ли? Да, то есть можно же было каким угодно способом попытаться выдолбить на скале или запечатлеть в глине свои записи. Потом египтяне совершенно замечательно, расширительно увеличили их кассу, и она стала гораздо более сложной. Это будет на следующем слайде. Но здесь важно понимать, что они сделали нечто очень-очень простое. Для того, чтобы сделать каждый из этих маленьких значков, тебе нужен просто стилус, у которого есть уголок вот здесь, треугольный. И ты его вдавливаешь, 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 получается слово в данном случае, потому что, насколько я понимаю, каждый значок — это слово. Это уникальное технологичное решение, если честно, да, потому что вы таким образом можете научить кого угодно это делать. Того, кто не умеет рисовать кошек и глаза, например. Он очень просто используется. У вас есть кусок жидкой глины, жидкой относительно, вы его вдавливаете, потом обжигаете, и вот вечно века она до сих пор существует. Пойдем дальше. Дальше, естественным образом, из этого египетское письмо. Здесь, ну, мы вроде бы все знаем про египетское письмо, что это иероглиф, один иероглиф означает одно слово, но на самом деле это не так. Оказывается, египетское письмо очень сложное. Оно как, наверное, можно было бы протянуть аналогию с Японией, что у них была система фонетической записи, из которой потом вылезло все остальное. Но, тем не менее, в огромное количество столетий эти люди писали, 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 и выглядит это не очень современно. А потом из их фонетического письма вот эти ребята, которые занимались торговлей, вдруг, неожиданно для нас сейчас, потому что это произошло практически моментально внутри этой лекции, разработали вот этот алфавит сбоку, который написан, который в целом это А, Б, Г, Д, Е, да, ну, если присматриваться. Это такое финикийское письмо. В принципе, из него потом извлекаются все остальные западноевропейские азбуки практически. И для нас удивительно это тем, что здесь есть еще один сдвиг. Вместо того, чтобы записывать подряд какие-то символы, слова, мы записываем подряд звуки. Это смена системы полная. Когда мы записываем подряд звуки, для нас дальше, по идее, все очень просто. То есть мы просто дальше будем их писать так, как мы говорим одно за другим, с промежутками, потому что мы делаем промежутки, и все, и все окей. На самом деле не совсем окей. От финикийцев мы переходим к древним грехам, которые усовершенствовали эту азбуку, и мы ее, в принципе, понимаем. Единственное, что у них было, чего у нас не было, и что абсолютно выпадает из текущей логики, это вот такой способ записи. Он называется бустрофидон или ход быка. При этом способе записи слова пишутся так, как они произносятся, одно за другим, подряд, но только каждая следующая строчка разворачивается и идет в обратном направлении, и вместе с ней разворачиваются все буквы. Это казалось абсолютно естественным, потому что они таким образом заполняли то место, которое они писали, как бык идет по полю и медленно его распахивает, так же они записывали все это до конца. Ни одного знака припинания, ни одного пробела. Ты разберешься, ну а чего? Ну все записано же, да? В принципе, времени много. Почему бы нет? И надо сказать, что пробелы, знаки припинания, они еще долго не появятся. Дальше мы переходим к Древнему Риму. Я сюда вставил маленький архаический этрусский алфавит, чтобы дать понять, что те греки, которые переехали на Сицилию и оказали нижнее, южное культурное влияние на римлян, и те этруски, которые сидели сверху, они, в принципе, похоже писали. Это, в общем, такая запись более-менее похожая. А потом вдруг раз, и мы неожиданно имеем абсолютно современный для нас шрифт. Такая вот вещь, которую мы вдруг распознаем, можем совершенно спокойно прочитать. Да, у них не было некоторого количества букв, но это не очень смущает. Ну, то есть здесь нет буквы Ю, например, да, вместо нее все время стоит буква В. Если сделать на это скидку, мы все равно можем понять, что там написано август. Откуда вдруг у этой цивилизации такие понятные нам буквы, более того, современные, использующиеся сейчас? Хотя дальше мы пойдем, и они снова станут архаичными для нас. Потому что они заложили несколько принципов очень важных письма, которые в результате, видимо, и победили. И заодно дали нам такую штуку, которой вы теперь не пользуетесь, а именно засечку. Откуда взялись засечки? Это довольно смешная вещь. Засечки взялись вот отсюда. Когда резчик по камню хочет сделать прямую линию, он должен зарезаться с двух сторон в камень. Справа и с левой. Соответственно, он зарезается, зарезается, зарезается. А засечка — это естественный вход от угла. Соответственно, ну, как в любом мастерстве, в какой-то момент это стало даже изящным. Зарезаться чуть дальше, делать чуть аккуратнее. Естественный процесс. Мы теперь даже и не задумываемся, зачем вообще нужны засечки. И нужны ли они в рамках, например, чтения текста. Но попробуйте поменять шрифт в своей читалке. Попробуйте поменять шрифт в iBooks. Не знаю, как часто вы это делаете в целом. Но это заказывает довольно сильное влияние. Когда надо читать книгу, а не интерфейс, влияние действительно серьезное. Шрифт без засечек имеет совершенно другой вкус, совершенно другое ощущение, чем шрифт с засечками. И это сидит где-то глубоко в подкорке. Навряд ли это вытрется за пять минут ближайшие. Но тем не менее, идем дальше. Конец Рима. Рим распался. После того, как Рим распался, он в течение, я не знаю, нескольких столетий постепенно выветривался. Вся эта культура расходилась по всяческим варварам. Единственный, кто сохранил более или менее большую римскую культуру, ну, в ее проявлении, в смысле латыни и записи, чего бы это ни было, это были клерики, да, люди, которые записывали священные тексты. Поскольку они были в основном уязвимы для того, чтобы их разграбить и убить незамедлительно, они выжили в лучше всего, они выжили в Великобритании и Ирландии. Эти места знамениты тем, что там, в общем, проживали плюс-минус кельты. Плюс-минус кельты с высоким образованием для средних веков. Поэтому мы в их записях, ну, это чуть более поздние, да, есть чуть более ранние. Мы в их записях видим влияние, с одной стороны, культуры. Это еще одна, еще один повод увидеть, как вообще вот историческая ситуация влияет на все, да. Мы получили вот этот вот тип шрифта, каролинский минускул, потому что они, с одной стороны, любили все круглое, как любой кельт, а с другой стороны, знали греческий. И у них получился такой как бы синтез из кельтской культуры, греческой записи и латыни, разумеется. Хочу заметить, что этот шрифт называется каролинский минускул. Минускулом его можно назвать, а минускул означает маленький. Только приучить того, что где-то есть большой, да, а он называется myuskull. Соответственно, они еще не знали, что они пишут минускул, потому что никого большого не было. Продолжаем разговор. Да, хочу заметить еще вот что. Здесь мы видим, что здесь есть большие буквы, да, но это не совсем так, как мы их используем. Они скорее используются немного естественно. Они стартуют каждую строку и иногда делают какой-то акцент на каком-то слове. Но опять же, знаки припинания очень странные. Есть пробелы. Ну и мы не можем сказать, что здесь есть настоящие прописные строчные. Скорее здесь есть красная строка. Как особенно в том дальнем примере. Что происходило с записью в дальнейшем, да, после того, как Карл Великий был такой небольшой каролинский ренессанс, и он дал свободу фактически песцам, и они приобрели большую значимость в Центральной Европе, и это все страшно распространилось. В том же самом месте, где он правил, в Германии, люди стали писать совсем по-другому. Почему? Вот основная, на мой взгляд, причина для этого. Дело в том, что книги вообще, вещь довольно дорогая, как вы, наверное, знаете, в средние века особенно. Они делались вручную, и для того, чтобы сделать каждую книгу, нужно было, ну, убить и освежевать энное количество коз. И, ну, я не могу прикинуть, сколько конкретно, я не знаю, 15-20 на книгу, да, но много, и это дорого. Потому что, вообще говоря, коза — это ценное животное, его просто так убивать никто не хочет. Значит, книги имели определенную ценность, нужно было в них конкретно вкладываться, и нужно их было очень сильно экономить. Таким образом, например, возникли полемпсесты, если вы не знаете, что это такое. Полемпсест — это книга, которую, ну, скажем, Аббат посчитал более ненужной, дальше она воскребалась, бралась книга, и со страницы буквально скребком и каким-то аммиаком, наверное, каким-то раствором, выскребался текст. Это, возможно, только потому, что она сделана буквально из кожи, она, соответственно, выдерживает какое-то количество вот таких вот вытираний. После того, как люди это обнаружили уже в 20 веке, они научились сканировать книги насквозь и видеть тот текст, который был там до того. Поэтому у нас сейчас есть книги, которые составлены из огромного количества текстов, и были найдены большое количество разных историй, которые никто до этого не видел. Потому что надо было больше Евангелий, на самом деле, а вот это всякие, ну, не важно. Как результат всей этой дороговизны — готическое письмо. То, что мы сейчас называем готикой, и оно нам кажется… Ну, есть большой ассоциативный ряд, с чем оно, в принципе, должно быть связано. Для них это была абсолютно утилитарная вещь. Она занимает меньше места, каждая буква. Она унифицирована, потому что у вас есть одинаковые движения, которые делают одинаковые песцы. Она экономит место на странице, и она очень отчетливая. Ну, четкая, не знаю. Хорошо различимая. Это пока им так казалось. Вот, собственно, и все. Люди с такого типа шрифтом дожили аж до середины 20 века, мне кажется. В Дании отменили официальное книгопечатание готикой. Очень-очень поздно. Может быть, в конце 19-го. Тут я могу напутать. Но неважно. Дания и Германия использовали это до последнего, до победного. Тяжело читать, но можно. Есть некоторые предпосылки к появлению следующего типа шрифта, а именно антиковой. Это очень-очень кратко. Сначала появилась бумага, что, конечно, упрощает дело. Ее не вытришь, ее не помоешь, но с бумагой проще жить. А дальше начался потихоньку ренессанс. И вот известный поэт Петрарко, который был, в частности, одним из предвестников Возрождения, находил готическое письмо крайне неудачным и критиковал это в своих трудах. Он говорил, что он нарушает, готическое письмо нарушает три принципа, потому что на его вкус письмо должно быть простым, чистым и орфографически корректным. Эту мысль довольно быстро подхватили его последователи, коллеги и прочие друзья. И тут неожиданно получилось вот это. Что здесь произошло? Здесь произошел уже очень явный, тектонический, могучий сдвиг, который изменил все в Европе кардинально для огромного количества людей навсегда. В 1445 году Иоганн Гутенберг печатает свою Библию, и через 50 лет всего лишь люди в Венеции и в Франции, в Париже уже печатают вот так. Почему? С одной стороны, мы видели Петрарко, уже был недоволен. С другой стороны, вот эти вот ребята, Арнольд Панарц и Конрад Свейнхейм, кажется, и у меня было несколько источников, они все немного расходятся, кто из них был первый, кто придумал это. Но общая тенденция была такая. Возрождение означало возрождение античности. Эпоха Возрождения — это тот момент, когда люди сказали, ребята, у нас культуры не хватает, мы много чего забыли, давайте откроем то, что было до нас, эпоху великих. И они это сделали довольно своеобразным образом. Они взяли капитальное письмо, то, которое мы видели, высеченное на камне у римлян, совместили его с строчным, прописные плюс строчные. Строчные взяли из немного подрихтованного унциала. И получилось вот это. Оно называется антиква, то есть античное. Для них вот эта абсолютно свежая вещь была уже как бы взрождением античности. Это определило характер всей латиницы, а как увидим дальше вследствие и кириллицы, на все оставшееся время. Вот теперь все, что вы пишете когда-либо, это произошло в частности вот поэтому. Потому что первые придумали. Я предполагаю, честно говоря, проверьте мне, если будет желание, но Аннольд Панарц и Конрад Целинхэм, по-моему, даже не книгопечатники, а по-моему, они песцы канцелярии Ватикана, которые придумывали новый почерк даже, а не шрифт. То есть они все еще переписывали вручную, и тут как раз подоспела технология, и их свежее, новое ощущение наложилось на такую прекрасную возможность сделать из этого металлические буквы. Бац, книги. Поскольку вы потом сможете это дело скачать, я не буду на этом зацикливаться, но это, по сути, чудесная табличка, которая выводит нас к всем связям обычных шрифтов, вплоть до таймса, откуда это все возникло. Это повлияло на это, 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 это. Потом посмотрите, если будет интересно. Гротеск. Откуда возник гротеск? Вообще слово гротеск, которое мы должны использовать вместо sans, потому что sans — это без. sans — с риф. С засечками, sans — без засечек, sans — с риф. Ну, по-правильному вообще он должен называться гротеск, как фарс или что-то странное, нечто вышедшее за рамки нормального. Откуда он взялся? Да, у меня нет изображения внука великого типографа Уильяма Козлона, Уильяма Козлона Третьего, поэтому вам три Уильяма Козлона обычных. Представьте себе, что третий в ряду сделал первый гротеск. Сделал он его для того, чтобы продать его слепым. Он считал, что будет отлично, если они не будут трогать слишком сложные буквы, они будут трогать вот это, оно будет выдавлено, будет вот так. В некотором смысле это не сработало, потому что никто для слепых не стал использовать активное. Но через некоторое время, не очень большое, Винсент Фиггинс подхватил эту тенденцию для рекламных плакатов. На общей моде ко всему египетскому, потому что тогда, насколько я понимаю, Великобритания все вывозила активно из Египта и выставляла в своем британском музее. Он сделал такую вот гарнитуру, которую он назвал египетской, потому что она, не знаю, честно говоря, я так и не понял, почему. Почему-то она египетская. Но она до сих пор так называется. Брусковые египетские гарнитуры — это все вполне себе аутентичные названия из классической типографики. И так возник гротеск. По сути, на этом история латиницы заканчивается. Дальше только разработка. Все новых и новых и новых. Дальше мы здесь при этом не касаемся всех рекламных шрифтов, всей акциденции, всего того, что было сделано custom под какому-то случаю. Все то, что призывает людей отличаться, мы вообще не затрагиваем. Потому что отличаться мы всегда успеем. Вы можете это делать в любой момент, просто сломав что-нибудь внутри любой надписи. А вот обычный читаемый текст — это важно, это основная тема наша. Теперь кириллица. С кириллицей есть некоторая проблема. Там будут гораздо мощнее вот эти вот сдвиги, о которых я так долго говорю. Потому что дело в том, что условные Кирилл и Мефодий дали нам сначала вообще две азбуки. Вот это глаголица, и она находится в помойке. Увы. Или не увы. Она довольно сложная, мне кажется. Там много-много букв, они все смешные. По-моему, кто-то в Болгарии до сих пор может на ней что-то написать, но навряд ли в этом есть какая-то польза. С другой стороны — кириллица. С кириллицей все очень просто. Это довольно адекватные нам теперь буквы, но они выглядят очень-очень архаично. И у них есть один главный принцип, о котором стоит помнить. Я сейчас слесну сюда. Это наклон пера. Они характерны своим наклоном пера. У Каролинского минускула наклон пера 0. У Готики наклон пера 45 градусов. У Антиквы 51, если не ошибаюсь. Ну, что-то в этом роде. Поскольку наклон пера 0, это дает нам очень просто. Толстая вертикаль, тонкая горизонталь. И всякие остальные дополнительные штуки по дороге, когда вы перо на самом деле наклоняете и углом что-то делаете, там вот такие маленькие, тоненькие штучки. Это делает его особенным. Вот такие они, устав и полустав. Их нельзя критиковать. Они естественным образом выросли из попыток разработать шрифт. И один не прижился, а другой прижился. Успех. Но дальше произошло следующее. Произошел Петр I. Он съездил в Европу и понял, что мы безнадежно отстали, с его точки зрения. Вообще на эту проблему есть разные способы взглянуть, если честно. Можно сказать, что Петр I всех осчастливил, дал нам в руки массу офигительных инструментов, ну, немного не посчитавшись с мнением всех остальных. Ну, в общем, относитесь к этому как хотите. Это теперь уже история. Абсолютно неважно, если честно, был он молодец или нет. Но он заехал в Голландию и помимо кораблей, пушек и еще всякого разного, бритья бород, одежды и так далее. Он еще решил, что у нас плохо пишут, не очень качественно. И он сделал официальный госзаказ голландским типографам разработать другой способ писать по-русски в печатном виде. И вот это вот, это абсолютно реальный лист. Из того, что они сделали, после чего Петр взял перо и вычеркнул то, что ему не понравилось. Причем, мне кажется, даже вместе с образцами первого. Он был довольно решительный человек в целом. И подписался снизу. Таких листов, по-моему, семь разных. Подписался. Вот это будет. И дальше это было. Поскольку Петр привез из Голландии еще и бюрократию, он это дальше выдал как аппарат всем своим служащим и чиновникам. И на удивление это зафиксировалось и никуда больше не девалось. Вот это вот землемерие и геометрия Петра Алексеевича немножко подоптесалось. Потом, да, вот это странное П ушло, но в целом дальше они зафиксировались и стояли. Как только русская типографика приобрела какую-то более или менее адекватную европейским стандартным форму, она, поскольку она была контролирована государством, и это вообще называлось гражданский шрифт. Она выглядела примерно так. Вот, кажется, это все-таки первое издание Евгения Онегина, хотя, если честно, я нашел их штук пять, 33-го года. Мне кажется, есть еще чуть более ранние. Они выглядят абсолютно одинаково. Более того, скорее всего, вся классика русского золотого века, русской литературы, будет выглядеть примерно так же. Они не делали другого дизайна для этого. Там могут быть рамка из полиотипажей вокруг. Там могут быть цветочки какие-то. Они тоже в рамках одного квадратика продублированы. Все. А зачем? Ну, в смысле, вы же читать пришли, а не развлекаться. Это было очень удобно и довольно скучно, и поэтому мы пролистнем этот не очень интересный пласт русской истории, когда в какой-то момент всех этих людей просто свергли и взяли управление в свои руки и сделали точно то же самое от товарищей большевики. Вот это вот я сосканировал из тетради по правописанию своей дочери. Это некий бастард той реформы 18-го года, которую они произвели. Ну, ладно, выкинули еще пару букв. Они были, в общем, более-менее не нужны. Но смотрите, вы все, скорее всего, учились по примерно таким прописям. И вы все должны понимать, что все эти буквы просто придуманы какими-то людьми. Никто так официально никогда не писал. Ну, как? Не было естественного развития этого языка, вот этого вот прописного. Когда мы все восхищаемся или досадуем на латиницу, что, дескать, вот у них так все, ну, аккуратненько, мы никогда не думаем, что вот это, это плод гигантской машины, которая взяла, придумала общее образование для всех. Надо было огромное количество крестьян немедленно чему-то научить. И всучило им вот примерно и это. Здесь, ну, скажите, вы никогда не задумывались, зачем B сзади вот эта вот штука? Да? А зачем у А вот этот вот шнурок спереди? Он нужен. Все знают, что он нужен. Что нужно сначала, потом сделать, и потом вот так. Но почему не сделать треугольник и потом просто его перечеркнуть? Непонятно. Оно не делает ни на что скидок. Оно не делает скидок на материал. То есть разрабатывалось оно изначально, когда были еще перьевые ручки. Мы пришли уже к шариковым, гелевым, и сейчас мы этого, возможно, лишимся с набором, если все все время будут все набирать. Но, по сути, эта штука, она как бы в вакууме сделана. У меня к ней большие счеты, не знаю. Поскольку я еще и каллиграфией занимаюсь, это меня страшно раздражает. Оно, в общем, ни к чему хорошему не ведет. Но это просто надо понимать, что вот это, при всем при том, настоящий авторский тектонический сдвиг. И все мы здесь, на мой взгляд, жертва его. Что было в наборе? В наборе было примерно следующее. Я не нашел замечательные книжки с... Это фотонаборные шрифты, это поздняя вещь. Были еще кассы железного набора. Ну, ГАРД, не знаю. Короче говоря, шрифты в СССР. Шрифты в СССР — это примерно вот то, что здесь перечислено. Только на самом деле нет. Потому что, смотрите, академическая, да, вся серия элит-памятники, советская была и набрана, и, в принципе, академические работы. Балтика. Придя в типографию, в Балтике вы бы не получили для набора своей книжки или брошюры или листовки. Банниковская. Типографы даже не слышали, где такую можно взять. Журнальная. Для журналов, окей, была. Журнальная рубленная. Гроза всех журналов тоже была. Звездочка. Нет. Кудряшовская. Теоретически да, но нет. Литературная. Большинство литератур советского периода набрано литературной гарнитурой. Очень характерная буква К с вот такой острой ножкой. Загляните. Малановская. Нет. Новая газетная. Предположительно, в газетах. Новая журнальная. Может быть. Обыкновенная. Да. Обыкновенная. Новая. Да. Тип Бадони хрен достанешь. Тип Таймс. Реально не было шансов получить Таймс до 89-го года. Я почти в этом уверен. И школьная. Да, для школьных учебников. Это практически вся типографика на всю страну, чтобы вы понимали. Все остальное либо рисуешь руками, из этого делается пересъемка и вставляется. Если вы посмотрите на, опять же, ту же серию лит-памятники, там, где красным написано имя или автор или что-то, вот это вот, это все нарисовано, на самом деле. Это не шрифт. Это были мастера такого рода вещей, которые сидели и каждый раз вырисовывали это, чтобы было красивенько, потому что не было других шансов. И это, собственно, работало вплоть до начала 90-х, когда, во-первых, распался союз, а во-вторых, что-то цифровое возникло. С тех пор усилиями, наверное, четырех человек, большинство из нас получило возможность хоть что-нибудь набирать, хоть чем-нибудь. Если бы не было фирмы Paratype, за что им огромное спасибо, мы все бы сидели в вакууме. Это усилия Эмилия Якупова, Тагера Сафаева, Александра Торбеева, Владимира Ефимова. И вы должны понимать, что вот эти вот люди, отчасти с влиянием Максима Георгиевича Жукова сделали для целой страны такую-такую тайную работу, о которой никто даже не подозревает. В принципе, дали компьютеру текст. Дальше, конечно, все несколько развилось. Ну, хорошо. Пока в СССР ничего не происходило. В Европе происходило… Ну, здесь возьмем только Европу, если честно, по-моему, чуть-чуть Америки. Что в Европе происходило? Они уже все решили. У них со шрифтами было прекрасно. У них были там волны новой моды одних, других, третьих. И, ну, здесь несколько человек. Просто, если вам интересно, их можно почитать. Эрика Гилла, Стэнли Моррисона. Каждый из них дал нам что-то. Эрик Гилл дал гарнитуру Гилл Санс. Стэнли Моррисон дал «Таймс». Ян Чихоль дал две труднопрожевываемые книжки. Ну, в общем, интересно. Здесь несколько издевательски написано. Ну, в смысле, я написал это руками. А все, что я написал, говорит, не делайте так никогда. Хороший вкус, как и идеальная типографика, выше индивидуальности, друзья мои, сказал нам Ян Чихольт. Поэтому никогда не пишите ничего каллиграфически, где бы это ни было. Он вообще был крайне занятный человек. Он сначала был учителем каллиграфии, потом он был ярким модернистом и призывал экспериментировать. А потом он вдруг это дело все развернул и сказал, что больше так делать никогда нельзя. Если вы вообще занимаетесь книгой, то удобочитаемость это ваш принцип, а все остальное, не знаю, кто это выдумал. Вот, буквально, высший принцип любой типографики – удобочитаемость, сказал Ян Чихольт. Его отчасти, наверное, только коллега Эмиль Рудер сказал, что задача типографики во всех случаях – это подчинение формы удобству чтения. То есть то же самое. И такие цитаты, они будут бесконечны. Если вы начнете раздербанивать Чихольта и не читать то, что он написал про конкретно, как разлиновать страницу, чтобы получить полосу набора, потому что я предполагаю, что у вас нет полосы набора. Все остальное будет касаться именно того, что перестанете выпендриваться, сделайте аккуратно и отойдите. Читатель должен сделать работу за вас. Он это либо читает, либо нет. Если он это не читает, то вы плохо потрудились. И желательно, чтобы ваше имя было забыто, конечно. И из них самый нежный и вполне до ныне живущий Бринкхорд сначала перечисляет все возможные правила того, как надо что использовать в своей книге, искусство книги, кажется. Он объясняет, чем одна рубрика отличается от другой, какой должен быть разделитель между рубрикаторами, классическое сопоставление, линиатуры. Все вот это. Все очень много-много-много разных вещей. После чего говорит, ну, конечно, нарушайте правила, нарушайте их прекрасно, специально и хорошо. Это милость его стороны после того, как он сказал нам так много вполне догматических вещей. Но все это, конечно, про книжки. Потому что если вы выходите за рамки книжной типографики, а книжная типографика вплоть до возникновения компьютеров — это единственная вещь, которая подчинена настоящим честным законам с одной стороны искусства, а с другой стороны абсолютной техники. У нас возникает некий гэп, в котором мы должны вернуться в UI наконец-то. И все, что осталось в живых после того, что мы только что обсудили, это в общем удобочитаемость, если честно. Потому что все остальное более-менее нерелевантно. Размер вариативен, платформы вариативны. Все может измениться, кроме удобочитаемости. Начнем, пожалуй, со шрифта. Вот у нас тут есть три конторы, которые мы в принципе предполагаем, что они умеют обращаться с шрифтами. У них у каждой есть по одному, по два, по три своих шрифтовых семейства разработано. И они их все время дозаказывают и делают это зачем-то. Вот есть пример их трех шрифтов основных. Робота шрифт компании Google, Сан-Франциско шрифт компании Apple и Segoia шрифт компании Microsoft. Это не единственное, есть еще калибри и еще бог знает сколько всего. Но тем не менее. Мы можем заметить, что они на удивление похожи между собой. Все эти три. Ну, один чуть подлиннее, один чуть покороче. И это все геометрические, в общем, неогеометрические гротески. И единственная разница, которую я могу явно отметить, это что Segoia это открытый гротеск. Если вы посмотрите, есть разница между открытым и закрытым гротеском. У закрытого гротеска смотрите по букве S. Закрытое закрывается внутрь, открытое держится открытой. Все. Это реально практически все, что можно сказать про гротески, которым все набирают. Ну, или вот, например, Яндекс.Санс. У меня вот версия с 16-го года. Дальше. Там продолжается разработка, она там будет еще. Но компания Яндекс выпустила Яндекс.Санс в 16-м году в первый раз. И, ну, скажем так, это классный шрифт. Его разработали офигенные профессионалы. Его разработал с нашей стороны Илья Рудерман, с их стороны Кристиан Шварц. Замечательный профессионал. И вопросов к исполнению вообще никаких у меня лично. Потому что, ну, технически он сделан великолепно. У него все на месте. И он разработан ровно потому, как его и заказали. Я вот посмотрел презентацию его. И, в частности, там был пункт такой, который гласил так. У нас есть большая компания. И у этой большой компании есть огромное количество вещей, которые мы уже произвели. Это макеты. Сотни, сотни тысяч. Не знаю, миллионы, может быть, макетов. Сейчас они в основном набраны шрифтом Ареал. Мы бы хотели, чтобы мы взяли, вот так вот переключили, и шрифт Ареал поменялся на шрифт Яндекс.Санс, наш, наш шрифт. И все эти макеты не пришлось бы заново делать. Потому что, ну, это абсолютно логично, если честно. Вы что-то меняете. Если это все разваливается, это тяжело. Если вы что-то меняете, и оно остается на своих местах, это классно. Поэтому общие пропорции были как бы преемственны к Ареалу. То есть, ну, что такое общие пропорции? Это размер пропорции строчной. Это примерно размер буквы внутри своего letterspace. Вот такие вещи. Но это также и техническое ограничение. И вот для меня это, скажем, наверное, скорее нарушило мои ожидания от того, что этот шрифт сделал в реальности. Потому что я, вообще-то, чуть более художественный человек. Я немножко вам, как кажется, чуть более техническим людям, чуть более свою художественную тему пришел читать. Не знаю. Короче говоря, я люблю больше индивидуальности. Вообще. Вообще всегда. И поэтому, если есть шанс, даже в очень жестких рамках, попробовать заложить чуть больше индивидуальности, я всегда пытаюсь это сделать. В данном случае, мне кажется, что если бы здесь было чуть больше индивидуальности, то это был бы шрифт Яндекса Яндекса. А так это очень хороший технический, фактически, пример того, как можно исполнить шрифт. И он таким образом станет чисто юридически. Об этом, кстати, я должен сказать. Вы знаете, как возник шрифт Ареал? Шрифт Ареал — это довольно смешная история. Дело в том, что компания Microsoft, по-моему, в 82-й или 87-й год, довольно давно, 1900, компания Microsoft решила перестать писать гильветикой, потому что гильветика у нее вообще-то, это не шрифт всех, кого не попать, у нее вообще хозяин есть. Компания Microsoft как-то немножко утомилась в этот же момент платить хозяину этого шрифта. А вместо этого они решили один раз нанять величайшего из профессионалов шрифтового дела Америки Мэтью Картера. И попросить его сделать, в общем-то, гильветику номер два. Что он с радостью исполнил Ареал? Это версия Мэтью Картера, гильветики, для компании Microsoft, которая ее юридически для них очистила. То есть у них есть шрифт, который работает точно так же, но он везде не гильветика, в каждой своей точке, он не попадает, он ни одно и то же. Поэтому, ну, как бы все, вопросов к ним никаких нет. В некотором смысле кажется, что Яндекс.Санс работает похожим образом, потому что он, безусловно, точно совершенно принадлежит компании Яндекс. Он не дает ей суперогромные плюсы в лице, в брендинге, но все остальные вещи исполняет идеально. Продолжим. Версткой. Тут есть рандомные цитаты из интернета по поводу того, как сделать вашу верстку классной, если вы UI-щик. К обычным, в общем-то, изречениям о том, что было бы неплохо, если бы все хорошо читалось, там еще возникают какие-то пассажи про контент. По сути, что люди имеют в виду, так это сделайте так, чтобы в новой среде все хорошо читалось снова, как завещали товарищи, которые до этого не знали ничего про эту новую среду. Никто, на мой взгляд, не вывел каких-то гигантских догматов, тем более, что люди из интернета, в общем, тоже мельчают. По сути, нету никаких таких же огромных имен, типа Чихольда или Рудра, которые бы вышли и сказали, все, вот есть догма для цифрового века, пожалуйста, теперь, если вы ее не придерживаетесь, то вы, кажется, вообще не понимаете, что происходит. Такой догмы пока еще нет. Ну, потому что слишком все быстро меняется, с одной стороны, а с другой стороны, потому что и вывести-то ее сложно. Там не очень много текста обычно. Давайте попробуем посмотреть на это поближе. Вот тут вот, здесь у нас сначала три скриншота из… Это Яндекс.Карта, Яндекс.Карта и Яндекс.Навигатор. Причем это просто две стадии Яндекс.Карта. Я одну из них сохранил, только чтобы показать одну штуку, которая меня смущает. Вот, видите, текст на дорожках. Вот он плохо читается. Он плохо читается, потому что он стоит на дорожках, а на дорожках также еще и этот самый трафик. Это некоторая ситуация. Мы понимаем, что это динамическое предложение, что у него вот это место, оно изменяемое. Более того, когда вы сказали, ладно, поехали, вот здесь я еще не согласился, и он еще, по-моему, найти не может меня где-то. Как только вы сказали, поехали, все изменилось. Я после этого смотрю на вот эту красную штуку, она меня уже ведет. Более того, сверху начинает писаться, где я и куда я еду. В Na'Vi писаться не начинает так крупно, как тут, да? Тут написано, писаться мелко. В принципе, все это ради вот этой вот надписи улицы, все эти скриншоты, потому что посмотрите, что происходит дальше. Вот, например, что делает Google, вот этот вот крайний камень. Он пишет довольно-таки гигантский уже, если сравнить с этими, где мы находимся. Но текст по улицам все еще распределен по улицам. Вот так вот. Однако мы видим, что 31 минуту мне придется ехать, как маленькое такое включение. Here. Господи, кто это у нас там? Na'Vi. Все продолжение той же самой темы. Большая штука сверху и какое-то распределение. Вот здесь вот карта, короче говоря, это карта. И давайте сравним это с вот этими ребятами. Вот эти два, это Apple и Waze, они решили пожертвовать картой, потому что они подумали, карта на самом деле вторичная. Первичен путь, по которому ты едешь, и на этом пути ты хочешь прочитать, где ты, не отрываясь от этой линии, потому что ты все время пропускаешь повороты, потому что это очень сложно, надо смотреть на дорогу, тебя подрезают, поворот. В общем, когда ты туда смотришь, хорошо было бы, чтобы надпись эта не только была наверху, но и дублировалась прямо вот здесь. И когда она дублируется прямо здесь, она перекрывает пол карты. И кажется, это все равно. Вот что удивительно. То есть кажется, что водителю в результате все равно. Дубочитаемость победила сейчас остальные разные, ну, инженерный ресерч на самом деле. Потому что я пробовал, и мне, честно говоря, если бы Waze нормально работал, я бы ездил по Waze. Просто он плохо работает здесь. А так мне, в принципе, нравится. Мне нравится, когда удобочитаемая вещь перед тобой. И это довольно важный момент. Что же это означает для нас? Это означает, что у нас есть, с одной стороны, проблема удобочитаемости, которая никуда не уходит, с другой стороны, у нас есть проблема лица. И при этом мы всегда должны помнить, что это, ну, то, что мы не обсуждаем, то, что сейчас находится за рамками этой лекции, что у этого есть огромное количество всяких технических подробностей. Не знаю, в конце концов, длина вашего большого пальца на правой руке. Такие вещи. То есть надо сначала все-таки сделать свое лицо. Потому что если вы не зададите правила игры в начале, у вас потом все рассыпется, да? Потом вы все время должны помнить, что это утилитарная вещь, которую вы сейчас делаете. И в рамках этих утилитарных правил создать какой-то инструмент. Потому что вот это — это инструмент. И на самом деле практически все, что не книга, то инструмент внутри апов. Это все какие-то тулы разнообразные. В результате и довести этот инструмент до совершенства. То есть он не просто должен быть аккуратный и с вашим лицом. Он должен вам, черт подери, не мешать. У этих ножниц не должны быть режущие кромки внутри каждого ушка. То есть не должны быть какие-то вещи, которые, очевидно, нарушают удобство пользователя. Хорошо. Давайте рассмотрим. Пару скриншотов еще. Вот я взял… На самом деле это довольно рандомная выборка. Я взял несколько штук, которые есть у меня, и еще одну из темплейтов. Вот, например, программа Fitbrains. Очень характерный шрифт. Причем мы это довольно быстро понимаем. Она нас начинает утомлять своим характерным шрифтом. При том, что, в общем, если… Ну, так, номинально — это просто гротеск. Он ничего такого в себе не несет. Он не то чтобы создан для того, чтобы раздражать. Но почему-то раздражает слегка. Ну, попробуйте, поставьте. Он не такой удобный, как если бы это все было той же гильветикой набрано. Зачем? Непонятно. Верстка вялая, как бы 7 видов рубрикации. Серьезно. То есть они все еще раз повторяют. Мелкая, крупная, снова мелкая. В принципе, все формально соблюдено, но как-то не работает. Окей. Вот некий template с patterns.com. Замечательно. Это такая, что называется, generic design, да? Какие-то мелкие недочеты могут быть. Вот там, не знаю, anchor на кнопку влезло. Но такого дизайна сейчас навалом. Такой дизайн есть у всех, не правда ли? С другой стороны, есть классное нативное OS-предложение bad time, которое решает офигенную задачу. Мне очень нравится. Они, у них возникла вот эта вот идея, что надо показать, сколько вы спите. И дальше вы что-то там меняете, крутите вот этот циферблат. Он автоматически простраивает вам достаточное количество сна, чтобы вы не пришли сюда, не выспавшись. И дальше это все было сверстно аккуратно. Просто аккуратно сверстно. Раз кусочек, два кусочек, три кусочек в фирменном шрифте. Как хорошо. Ну, в смысле, правда, приятно хвалить людей, когда они сделали вещи, которые, в общем-то, ну, это подставной пример. Удобно. Эта штука, после того, как они придумали форм-фактор, она все сама сделала, правда? Ну, это здесь уже со шрифтом никаких экспериментов уже заставить не надо. Просто рубрикацию наладь, что первое, что второе, и все. С другой стороны, у нас есть… Легко ругать Google, если взять в пример страницу, на которой ничего не происходит вообще. Это типа Google Doc, в котором нет ни одного дока, и еще и предлагает работать в офлайн. Такая вот страница. Мой вопрос на самом деле, зачем здесь эта картинка? Ну, то есть, это правда, это же пустая страница. Здесь ничего не происходит. Здесь даже ничего происходить не может. Она как бы настолько пустая, что, в принципе, единственное, что вы должны сделать, это нажать плюс внизу. Вы должны завести свой первый Google Doc. Или работать офлайн. Окей. Но почему картинка? Зачем она там нужна? Я думаю, что ответ довольно очевиден, потому что без нее скучно, да? Но тем не менее, все набрано аккуратно, все набрано шрифтом робота, все соответствует гугловым стандартам. И тут у меня возник вопрос. Когда я насчет гугловых стандартов полез выяснять, я обнаружил, что существует шрифт ProductSense, в которой стоит и прекрасно себя чувствует по всей странице Google.com служит дизайн, если не ошибаюсь. Зачем? Зачем компанию Google? Это ProductSense, когда у них есть чудесные роботы. В основном у всех есть. Зайдите на открытый ресурс Google Fonts, скачайте роботы и будете довольны. Зачем еще один? Наверное, потому что роботы — это больше уже не Google. Роботы — это все, что угодно. Это любой Android. Любое вообще. На самом деле, все, что вы захотите, если честно, он бесплатен. Вы можете с ним дизайн сделать. Вы можете сделать с ним веб-сайт, вы можете написать им книгу, вы можете взять и сделать с ним любой коммерческий продукт. Поэтому они создали вторую штуку. Итак, у вас создана некоторая система. Это система дизайна такого, да? Она работает. Некоторое время проходит. Она становится скучной, слишком часто повторяющейся. И ее становится пора менять. И тут я бы вдруг неожиданно среди всей этой вот историческо-дизайнерско-художественной мишуры хотел бы поговорить о психологии слегка. Есть такие авторы. Джозеф Кэмпбелл, Джордан Б. Питерсон. Вообще они, строго говоря, не первые, конечно. Мы можем сказать, что создание любого типа культуры, я подчеркиваю все, что мы здесь будем когда-либо делать. Мне кажется, что каждый, сидящий здесь, должен понимать, что мы все равно создаем культуру все время. Как только вы с текстом начинаете работать, это уже культура. И, в принципе, создание любого типа культуры, особенно если это хороший тип, это игра в героя. Вы как бы берете на себя некую миссию, идете ее выполнять. И раньше, чтобы вы понимали о том, как это делать, рассказывали мифы. Одним из первых, кто подметил, что мифы, в общем-то, все, это более-менее один миф, был, кажется, Фрейзер. Потом за ним еще некоторое количество людей переписывало эту идею так и сяк. И, в частности, Джозеф Кэмпбелл написал книгу «Тысячеликий герой», где уже довольно подробно изложилось, что все мифы — это один миф. И он, в принципе, учит просто что-то делать, этот моно-миф. Из чего Джордан Питерсон, вполне себе живущий актуальный психолог из Канады, сказал «Ну, так пользуйтесь же этим же скорее». И давайте посмотрим. Казалось бы, все, что мы должны сделать, это привести все в порядок. У нас есть какой-то бардак, у нас нет дизайна, мы должны сделать его, и у нас должен воцариться порядок. Очень грубо. Есть одна проблема. Проблема заключается в том, что хаос — это вещь, которая работает с волнением, а порядок — это вещь, которая работает со скукой. Причем я не говорю «вызывает», а именно работает с ней. Чем порядочнее, грубо говоря, тем скучнее. Чем выше хаос, тем больше нервное напряжение. Как того человека, который это делает, так и рецепиента. И если мы будем только порядок наводить, нам довольно быстро, нам, а как следствие и тому, кто это потом будет употреблять вовнутрь, станет дико скучно. Где между этими двумя штуками находится UI-дизайнер? Я очень грубо это набросал. Мне кажется, примерно так. С этой стороны, со стороны волнения, это художники. Причем, чем ближе к этому краю, тем более они маргинальные, тем более странные вещи они делают. Тем больше потрошат живых свиней, не знаю, или что-нибудь в этом роде, на глазах у изумленной публики. Тем менее корректные штуки, тем больше волнения. Дальше с некоторым отступом начинаются разного рода рекламщики. Сначала, а вот, не знаю, вот вы видели, недавно был вброс Суприма вместе с Луи Войтоном. Вот это чистого вида хайп. Работает только на волнении. Посмотрите, сколько оно стоит в сети и удивитесь, как хорошо это работает для некоторых людей. Дальше где-то в середине находятся простые дизайнеры. Простые дизайнеры, азинографические дизайнеры, которые могут сделать вам, не знаю, упаковку, могут сделать сайт. Они такие как бы между книгой и картинкой, скажем так. С той стороны художники книги и UI-дизайнеры практически на одном и том же месте. С разными, скорее, входными данными. У UI-дизайнера я его поставил чуть правее, ровно потому, что технических вопросов стало гораздо больше. Все гораздо сильнее исследовано, и при этом все так часто меняется, поэтому чуть более технично. Дальше за ними инженеры, которые еще могут что-то. И чиновники — это люди, которые используют в принципе все, что они используют, не глядя на то, как они это делают. Они продуцируют огромное количество текста, если что. Любой чиновник продуцирует текст в бесконечных количествах. Но он делает по заявленной заранее форме, которую сверстал не он, и потом читать будет тоже не он. Он ее вбивает внутрь и отдает. Поэтому они находятся на самой-самой дальней части этого самого порядка. Очень-очень скучный. Вспомним про героя. Что, по идее, должен делать герой? И где он, собственно, находится? Правильный ответ очень простой. Герой — это такой персонаж. Причем давайте заметим, что герой — это не только рыцарь, не знаю, победитель драконов. Это, не знаю, герой нашего времени. Он должен выйти из части, где порядок, прийти туда, где хаос. Победить здесь дракона и вернуться обратно в порядок. Потому что в этом весь смысл всего этого мифологического контента. Вы должны что-то превозмочь, получить оттуда что-то ценное и принести его назад, там, где вы обычно обитаете. А потом, когда это снова станет скучно, проделать это еще один раз. Если вы находитесь в ситуации, что надо все упорядочить от того момента, откуда вы стартовали, то, возможно, надо еще раз оглянуться на эту схему и понять, не стоит ли, ну, на самом деле так, стоит оглядеться и понять, не стагнируете ли вы случайно, или вы, наоборот, находитесь в слишком большом хаосе и смысл потерялся. В какой стадии процесса вы находитесь? В походе за чудовищем с отъемом у него чего-то ценного, или вы уже несете что-то ценное слишком давно обратно в родной город. В рамках этого хочу заметить, что, опять-таки, не критика никакая, но когда у вас есть четкое ТЗ, это ТЗ на вот этой вот штуке между отсутствием смыслом и стагнацией, она вам делит ее определенным образом. И как только оно делит, они вам говорят, дальше этой черты у нас начинаются большие проблемы, поэтому, пожалуйста, не заходите. И вот так вот ТЗ вас всякий раз ограничивает. Порой справедливо, порой несправедливо, как хотите, но это так. Яндекс, в частности, оказался вот здесь, ровно потому, что ТЗ сказала, пожалуйста, только давайте без хаоса. Хаос нам не нужен. Нормально. Да? Корректно, по-взрослому, но все равно. Надо это понимать. Должна быть осознанная вещь. Вот. Ну, а что же делать, собственно говоря, если вы, ну, вам, собственно, и рулить, да? Что предпринять? Если вот у вас на глазах все начали пользоваться какими-то техническими средствами, которые раньше никто не использовал, создаются новые правила, создаются новые системы, и все так замечательно, и вы, наверное, уже осознаете себя на пути куда-то, что делать? Очень просто. Надо сначала увидеть проблему, придумать систему ее решения, разработать ее, испытать свой пароксизм довольства от того, что все страшно рады, как она работает, и немедленно ее сломать. Если вы этого не сделаете, вы останетесь в этом своем вот пароксизме до тех пор, пока не перестанете быть релевантны. Это важно понимать, да? Если система не взломана, если вам кажется, что вы сделали идеальную систему, посмотрите еще раз на первую схему. Идеальных систем нет. Человечество все равно движется вперед. Мы со смехом смотрим на смартфоны 2007 года, находясь всего лишь в 2017. В 2001 году мы не знали слово смартфон. В 1991 мы вообще этого не знали ничего. Это все казалось очень странным. Мы будем строить все свое существование вокруг телефонов. Ну, где-то какая-то логика в этом есть, но это довольно странно звучит. Короче говоря, любая система себя переживет, потому что она сделана человеком, а человек устает от любой из этих систем. Когда он от нее устанет, он ее сам сольет, если вы не успеете ее сломать и сделать лучше. Вот смотрите. Помните вот эту штуку, которую я говорил вначале? Делал я такие иконки. Надо сказать, что и задача не моя, и не то, что большое достижение какое-то мое, но была задача сделать иконки. Я разработал некоторую систему. Просто огромное количество опорных точек, по которым идут линии, полоски. Казалось бы, все. Ну, прямо на этой иконке вы уже можете заметить, что я ее прямо здесь сломал. Почему? Вот смотрите. Их было довольно много. Ну, они тут повторяются, но в целом понятно, что их там 12, 24, по-моему. Много. В целом, можно попробовать угадать, где здесь наврана вот эта сетка. Вот эта вот. Правильный ответ. Она наврана там, где она должна быть сломана, где она не работает по-человечески. Вот смотрите. Видите, вот в этом вот ряду есть коровка на поле. Эту коровку, если вы попробуете ее построить по этим самым опорным точкам, у вас выйдет так, как будто ее комбайн заживал, и все. Потому что опорные точки — это не жизнь. Они вам не подскажут, где конкретно у коровки какое место. Никогда. То же самое с, не знаю, с курицей, с картошкой, с любой из этих. У них естественные формы. Вы их пытаетесь запихать в 16 на 16, 24 на 24, 28 на 28, 48, неважно. В любое количество точек они не влезут. Они всегда будут не совсем, они будут как бы тенью собственного смысла. Поэтому я тихо-тихо врал в каждой из этих иконок, где мне было надо. И хочу заметить, это прекрасно оправдалось. Потому что когда вы смотрите на такую стену, вопросов как-то не возникает. Не правда ли? Оно просто работает, потому что оно есть. Могут возникнуть вопросы к наполненности, еще к чему-то, но никто не думает, что ты не попал в собственные точки. И оно выглядит систематично. Чудесно. Значит, есть система. Эту систему, возможно, знаете. Это система, по которой можно нарисовать иконку. у нее есть толщина в два пункта для одной линии. У нее есть возможность сделать скругление. И у нее есть такие еще охранные поля, за которые не стоило бы выходить, скажем так. И она дает замечательный результат. Пожалуйста, вот пример. Google Material Design. Мне кажется, это вообще гениальная иконка. То есть часы из ничего. Правда, я когда ее воссоздавал, потому что у меня были вот Google Material Design, а я решил ее отстроить заново. Я когда ее воссоздал, я восхитился ощущением, потому что делаешь две трапеции и два круга. Бах-часы из ничего. Такая простота. Прекрасно. И у них много таких у Google Material Design иконс. Прям много-много. И кажется, что они чудесно, уж получше, чем я со своими красными штучками соблюли свою собственную систему. Кажется, что они прямо в каждом месте ответили на свою собственную задачу. На самом деле нет. Ну, во-первых, они ее нарушают сами, где только могут. Вот посмотрите, вот стиральная машина. У нее сдвинуты вот эти два маленьких круглых штук, маленькие круглые вот эти вот рычажки, да, они сдвинуты так, что между ними один пиксель, а не два. Ну, почему? Ну, можно же было сделать два. Я еще понимаю с клавиатурой. Клавиатурой, если вы делаете шаг в два, то у вас три кнопки на клавиатуре. Это выглядит странно. Когда вы делаете клавиатуру из трех кнопок, ну, как бы не совсем вызывает доверие. Но здесь это можно было. На самом деле, просто она уродливая. Опять-таки, если вы ее воссоздадите, она не будет похожа на нормальную человеческую машину стиральную. Она будет похожа на что-то другое. Поэтому они взяли и так как бы соврали. Соврали здесь, соврали там, я не знаю, это калькулятор или еще какая-то штука, но тем не менее, там тоже, там вдруг возникает вот это вот в касании, да, хотя, казалось бы, очень многие иконки говорят, нет-нет-нет, если мы накладываем одно на другое, то мы делаем вырез. Короче говоря, там, где удобно, там все наврано страшным образом. Где неудобно, все стоит по сетке. Даже вот эта штука, которая, казалось бы, исполняет, на самом деле, когда вы ее снова запихиваете в эту самую классическую сетку, вы видите, что она почему-то вылезла за собственные охранные поля. Ну, казалось бы, это же просто клипборд, он, в принципе, ничего не представляет из себя. Можно было бы сделать меньше. Она могла влезть в белое. Честно говоря, нет. Попробуйте воссоздать. Это не очень сложная иконка для того, чтобы воссоздать. Ее можно сделать в любой из аппликейшенов, которые вы используете. Не знаю. Я делал в иллюстраторе. Сделал себе грид сложный, который, значит, все прижимает. Выясняется следующее. Когда вы пытаетесь эту же иконку сделать так, чтобы она влезла в белое, она немедленно перестает быть клипбордом. Она перестает быть вот этой доской с зажимом. Она просто теряет этот смысл, потому что в этом меньшем объеме она либо бумажка, не бумажка, либо зажим, не зажим, либо дырочку сделать нельзя. В общем, как-то все тухло. В результате получается, что надо снова разводить руками и снова делать такую иконку, которая себя сама нарушает. Вот так. Это что касается технического сдвига внутри одной задачи. Здесь внешняя часть ее, эстетическая, она корректирует то, что вы технически обязаны выполнить. Вот у вас есть классная система, но жизнь говорит вам не совсем так. Но что, если вы говорите жизни? Не совсем так. Как вы можете заметить, это иконки номер один макоси и иконки номер два макоси. Также вы можете заметить, что ничего по сути не изменилось. Ну реально, они как бы, ну только мы знаем, что те старые, те новые, да? Суть иконок не изменена ни на грамм. Они такого же размера, они того же цвета, они даже в общем вписываются в собственные пропорции. Но их зачем-то заменили. Вопрос зачем? Ну правда, они были прекрасны. Что, они разу плохо исполнены верхние? Ну так, вы уже немножко отвлеклись, они уже не кажутся вам слишком старыми. Вы можете на них посмотреть, как на произведение искусства, да, классные. Бличок, вообще огонь. Но их чем-то заменили? Их заменили, и типа все стали очень довольны новыми. Сразу все сказали, вот, сразу будущее наступило. Они заменились по той же причине, что Google сделал себе product sans, если честно. Потому что если вы что-то не меняете, это становится скучновато. Не правда ли? По той же самой причине, что любую систему, даже самую совершенную, надо держать в тунусе, как мышцу. И по той же самой причине, что вам нужна новая эстетика периодически, раз в некоторое время. Это смена эстетики, это тренд. Вопрос в том, попадаете вы в него или нет. Потому что история такая, тренд, он движется довольно резко. Мы ехали, 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 и в какой-то момент всех страшно утомило, был какой-то короткий период, когда все готовились к смене внутри какой-то компании, возможно. А возможно абсолютно неизвестные люди пришли и задали его. И тут получается, что все остальные пытаются к нему успеть. Все поменялось, вы пытаетесь догнать, пока догоняли там, со скрипом разворачивали свою существующую вещь, все поменялось снова, и это бесконечная, абсолютно бесконечная попытка догнать кого-то. Если вы понимаете, о чем я говорю. Попытка успеть, она в целом, ну скажем так, она не то, что обречена на провал, она сама по себе провальная, она не, она говорит о том, что у вас чего-то нет, вы пытаетесь прийти туда, где люди уже устают от нового. Поэтому надо думать немного о другом. Надо думать о том, откуда взять эту самую новую эстетику, взять эту самую новую систему, и где все эти самые сокровища и закопанные, у каких конкретно чудовищ их надо отбирать. Откуда взять эту эстетику? Ну, давайте попробуем так. Надо менять периодически эстетическую цель. Вот вам старый добрый пример со Стивом Джобсом, который пошел на курсы каллиграфии. Все его знают, кто не знает, ну кому он. Стив Джобс ходил на курсы каллиграфии и пришел озаренный и сказал, ребята, мы все делаем не так, и дальше возникла первая система эпловская, которая довольно радикально отличалась. Интересно выясняется, что какая-то абсолютно во-первых, бессмысленная, потому что каллиграфия бессмысленная, давайте, во-вторых, культурологическая вещь, опять-таки, потому что это устаревшее искусство писать красиво на бумаге, очень устаревшая и абсолютно историческая вещь, зачем он пришел к ней обратно к своим людям и все поменял, потому что эта вещь натолкнула его на то, что вы можете просто задать себе некоторый вектор, опереться на существующие культурные какие-то пласты, культурный бэкграунд и дальше все поменять, например, так, берете, предположим, не то, что сейчас находится в пинтересте на дизайн спирейшн или еще бог знает где, где вы это черпаете, хоть на гитхабе, в каком-то тренде, а просто представляете себе возможное будущее, какое-то, абстрактное, или смотрите какие-нибудь нерастиражированные решения в абсолютно другом месте, не знаю, в керамике, где угодно, идете и учитесь каллиграфии, в конце концов, почему нет, или читаете классику, по сути, правильный ответ откуда угодно, ваше теоретическое вдохновение должно сподвигнуть вас, поменять именно цель этой эстетики, и тогда эстетика сменится сама, если эстетика сменилась, у вас новый продукт на руках, ну, например, берете одну школу и меняете ее на другую, тоже вполне себе техническая возможность, если вы просто возьмете, ну, скажем, как сделал Apple, да, совсем недавно, они зачем-то взяли и поменяли свою гильветику Noe на шрифт Сан-Франциско, разве были проблемы с гильветикой, в смысле, гильветика это супер универсальный шрифт, они его еще немножко сделали небольшой фейслифт, ну, все было классно, Apple стал ассоциироваться с тонкими шрифтами во всем мире, очень-очень быстро, а потом они вдруг взяли и поменяли его на Сан-Франциско, честно говоря, во-первых, я не ожидал, ну, если ты такой типа Apple фанбой, а я как-то получилось, что так, не знаю, ну, это странно признавать, но я просто очень давно на Маке и мне было бы странно покупать что-то другое, давно, типа с 96-го года, и тут я прозевал тот момент, когда они анонсировали, что вот они здесь какие-то разрабатывают, и вот это все, оно просто поставилось с очередным апдейтом, я говорю, что-то изменилось, и оно приятное, класс, окей, потом, как бы в обсуждении ты уже понимаешь, что да, действительно, по всей системе другой шрифт, он стоит везде по-другому, прям выглядит интересно, вот, но почему надо было выбрасывать абсолютно живую, потому что на самом деле они прям взяли и просто школу поменяли, если честно, это уже безо всяких джобсов, да, они просто поменяли школу, и поменялся подход, и для всех, для нас что-то новое возникло, просто из ниоткуда, вот, поэтому можно точно так же жонглировать школами, даже в рамках существующей системы, у вас возникнут очень интересные и неожиданные результаты, и того, если под хорошей типографикой, ну, типографика, это сама по себе, это просто набор текста, да, под хорошей типографикой мы в общем подразумеваем удобочитаемость, так или иначе, все остальное это просто искусство, даже не называйте это типографикой, и она должна быть подтверждена чем-то, у вас должны быть исторические корни, вы не можете просто так поставить какую-то вещь и сказать, что так было всегда, если для этого нет у некоторых исторических предпосылок, с другой стороны, эстетика это некие правила игры, и они зависят от, в общем-то, ну, плюс-минус вашего волонтаристского решения, вы берете и делаете что-то, вы, разумеется, занимаетесь типографикой и набором уже, думаю, что делаете это не совсем осознанно, если вы будете заниматься этим осознанно, то вы, скорее всего, перестанете догонять кого-то, или хотя бы научитесь распознавать ощущение, что кажется, мы кого-то догоняем, и если действительно хочется сделать что-то свое и полидировать в этом процессе, то надо заниматься ровно этим, надо заниматься созданием собственных правил. Не занимаешься, ничего не получается, любые бессознательные попытки приведут в результате все равно к тому, что в какой-то момент придется осознанно сидеть и понимать, что ты на что заменяешь и с каким эффектом. Если предыдущие правила мешают, то их надо поменять, это тоже важно, надо понимать, какие именно сломать. Систему надо хакать так, чтобы все-таки она, видимость системы, оставилась, как минимум, видимость. И те правила, которые вы вносите на место тех, которые вы сломали, они должны быть для вас хотя бы на некоторое время железными. Если вы в них верить не будете, то оно не сработает. Это важная точка, потому что все любят экспериментировать, и очень много кто может что-то взять и набросать. вот если вы в этот ваш набросок не поверите, оно не сложится, потому что это все игра. Вспомните, все это игра и миф. Если вы в эту игру не верите, то она рассыпается у вас в руках. Кажется, все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ